НЕИЗВЕСТНЫЙ ОРГАНИЗМ РИЧАРД БИГС РОДЖЕР ХАЛСТОН ЭМИЛЬ ЛЕВИСЕТТИ ИША РИ ПЕНДЕЛТОН Подбор актеров Ян Глейзер СОПРОДЮСЕР БИЛ БРОММЕЛИ-МЛАДШИЙ КОМПОЗИТОР КРИСТОФЕР ЛЕННЕРДС ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР ДАГ МИРДИН ОПЕРАТОР МАЙК МИКИНС МОНТАЖ ДжОН БЕРГШТРЕССОР СПЕЦЕФЕКТЫ ЧУДОВИЩЕ МАЙКЛ БЕРНЕТТ ПРОДАКШНС ВИЗУАЛЬНЫЕ СПЕЦЕФЕКТЫ РОБЕРТ И ДЕНИС СКОТОК ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДЮЦЕР РОДЖЕР КОРМАН АВТОР СЦЕНАРИЯ АЛЕКС САЙМОН ПО МОТИВАМ РАССКАЗА РОБА КЕРХНЕРА ПРОДЮЦЕР МАЙК ЭЛЛИОТ РЕЖИССЕР СКОТ ЛЕВИ К 2020 ГОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВЫРАБОТАЛО И УНИЧТОЖИЛО БОЛЬЧЕНСТВО ЗЕМНЫХ РЕСУРСОВ КРУПНЫЕ КОРПОРАЦИИ НАЧАЛИ РАЗВИВАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ МЕСТРОЖДЕНИЯ В НАДЕЖДЕ ПОКОРИТЬ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРУПНЫЕ МЕСТРОЖДЕНИЯ КРУПНЫЕ МЕСТРОЖДЕНИЯ Привет, что? Ничего себе! Кто это новенькая? Не знаю, но приятно видеть здесь свежий товар. И не говори. Размечтались, парни. Это же конторская крыса. Какой-то консультант, посланный сюда, чтобы учить нас работать. Представьте, как эта студенточка будет учить нас долбить шахты. Я бы подолбил ее шахту. Берегись, Брил! Если бы нам удалось придумать что-нибудь хоть отдаленно напоминающее важное открытие, то нам дали бы грант, и мы смогли бы убраться из этого проклятого места. Сомневаюсь, доктор, что компания так легко меня отпустит. Народ, минуту внимания. Всем доброе утро, я хочу сказать пару слов. Вот блин. Все хорошо? Да. Добрались без проблем? Да, отлично. Итак, во-первых, я бы хотел представить вам нашу гостью, которая прибыла к нам вчера из штаба. Кэтрин Хардинг. Здравствуйте. Здрасте. Насколько мне известно, она получила высшие оценки по результатам тренировочной программы компании. Добро пожаловать, Кэтрин. Поздравляю. Далее. Вчера у меня состоялся долгий разговор со стариком. А, с нашим бесстрашным лидером. Суть разговора сводилась к тому, что у нас сильно упала продуктивность. Если она упадет еще ниже, то мы лишимся премии, а этого наверняка не хочет никто. Так что... Да ладно. Да-да, отныне работаем в две смены, пока не нагоним. Что? Да етить твою. Это же касается не всех? Именно всех, Добро пожаловать. Да боже правый. Мы с Бриллом, медики. В трудовой написано «Шахтеры». Смотри на это как на небольшое приключение, о котором приятно будет упомянуть в своей речи на церемонии вручения Нобелевской премии. Я не против помочь вам, Пикетт. Спасибо, Брилл. Какая преданность. Подлиза. Да? Джейди, полагаю, всем присутствующим очень интересны причины визита нашей гостьи. Кэтрин? Ну, я прибыла для наблюдения. И при необходимости для выдвижения конструктивных предложений по увеличению продуктивности. Нам это сильно поможет, Кэтрин. Очередная конторская хрень. Так, все, ваши упреки ничего не изменят. Кэтрин останется здесь и точка. Так что давайте все вместе проявим гостеприимство и сделаем пребывание Кэтрин максимально комфортным. Есть возражения? Отлично. Тогда за работу. Льюис, ты сегодня с Доком? Есть, сэр. Пошли, Док. Приношу извинения за это. Пожалуй, первые пару дней, если захотите внести какие-то предложения, то лучше сначала обратиться ко мне. Если я захочу внести предложение, то буду действовать согласно уставу компании. Доложу о недочетах в главный офис, вам и непосредственному сотруднику. Хорошо, хорошо. Я лишь хочу сказать, если вам понадобится помощь, дабы освоиться здесь, или же появятся какие-то вопросы, я справлюсь. Спасибо. А ведь День обещал быть хорошим. Эти двойные смены нас прикончат, Док. Да уж, изнурительно. Вам тут не место, Док. Вы должны быть в лаборатории. Командир Пикет настаивает на моем присутствии здесь, пока не нагоним график. А знаете, меня в конце квартала переводят отсюда. И почему нас здесь так часто меняют, Док? Из-за психического здоровья. Большинство людей не может вынести изоляцию дольше трех месяцев. Вы шутите? С чего это? Первопроходцы называли это лихорадкой затворника. Некоторые проявляли изрядную агрессию. У нас была одна база лет 20 назад, экипаж которой почти полностью был уничтожен одним несчастным шахтером с очень большим топором. Он провел под водой чуть больше года. Неизвестный организм. В бролях Рогги Макдауэлл, Алекс Хайд-Уайт, Мелани Шатнер, Дон Страуд, Ричард Биггс, Роджер Халстон, Эмиль Левисетти, Иша Ри Пендлтон, Подбор актеров Ян Глейзер, Сопродюсер Билл Броммелли-младший, Композитор Кристофер Леннерц, Производственный дизайнер Даг Мирдинг, Оператор Майк Миккинс, Монтаж Джон Бергштрессер, Спецэффекты Чудовища Майкл Бернетт Продакшнс, Визуальные спецэффекты Роберт и Деннис Скоток, Исполнительный продюсер Роджер Корман, Автор сценария Алекс Саймон, По мотивам рассказа Роба Керхнера, Продюсер Майк Эллиот, Режиссер Скотт Леви, К 2020 году человечество выработало и уничтожило Большинство земных ресурсов. Крупные корпорации начали развивать Экспериментальные подводные месторождения В надежде покорить новые горизонты. Привет, что? Ничего себе! Кто это новенькая? Не знаю, но приятно видеть здесь свежий товар. И не говори. Размечтались, парни. Это же конторская крыса. Какой-то консультант, посланный сюда, чтобы учить нас работать. Представьте, как эта студенточка будет учить нас долбить шахты. Я бы подолбил ее шахту. Берегись, Брил! Если бы нам удалось придумать что-нибудь хоть отдаленно напоминающее важное открытие, то нам дали бы грант, и мы смогли бы убраться из этого проклятого места. Сомневаюсь, доктор, что компания так легко меня отпустит. Народ, минуту внимания. Всем доброе утро, я хочу сказать пару слов. Вот блин. Все хорошо? Да. Добрались без проблем? Да, отлично. Итак, во-первых, я бы хотел представить вам нашу гостью, которая прибыла к нам вчера из штаба. Кэтрин Хардинг. Здравствуйте. Здрасте. Насколько мне известно, она получила высшие оценки по результатам тренировочной программы компании. Добро пожаловать, Кэтрин. Поздравляю. Далее. Вчера у меня состоялся долгий разговор со стариком. А, с нашим бесстрашным лидером. Суть разговора сводилась к тому, что у нас сильно упала продуктивность. Если она упадет еще ниже, то мы лишимся премии, а этого наверняка не хочет никто. Так что... Да ладно. Да-да. Отныне работаем в две смены, пока не нагоним. Что? Да етить твою. Это же касается не всех? Именно всех, Добро. Да боже правый. Мы с Бриллом, медики. В трудовой написано «Шахтеры». Смотри на это как на небольшое приключение, о котором приятно будет упомянуть в своей речи на церемонии вручения Нобелия. Здесь кто-то буянил. Брилл, а ты принимал участие в мексиканском конфликте? Сожалею, сэр, но некоторая информация все еще засекречена. Да, знаю, можешь не объяснять. Статья 42-я. Он мертв по меньшей мере 48 часов. А когда мы получили сигнал бедствия? Часов 10 назад. Тогда кто же его послал? Эти тела полностью обезвожены. Не осталось ни капли жидкости? И что могло к этому привести? Какой-то вирус? Возможно. Надо забрать их с собой для дальнейшего изучения. И заразить вирусом весь экипаж? Ни за что. Каковы шансы на то, что в этих... телах все еще живы в избудителе вируса? Это маловероятно. Они умерли уже довольно давно. Что бы их ни убило, этого больше нет. Тогда заберем их на обратном пути. А пока осмотрим шахты. Да бросьте. Мы идем уже целую вечность. Тут ничего нет. Стоп. Смотрите. Судя по всему, они что-то здесь откопали. Что именно? Скорее всего, окаменевшие останки. В подобных шахтах это обычное явление. Правда, не таких больших размеров. Если бы мы нашли что-то подобное, то отнесли бы в лабораторию, верно? Верно. Вы только посмотрите, что я нашел в технической лаборатории. Думаю, Лазару с этим справится. Что там? Видеодиски. Компьютерные архивы. Правда, тут все по-русски, но хоть что-то. Пикет. Взгляните-ка на это. Забавная игрушка. У меня была, похоже, в 10 лет. Потрясающе, правда? Что это, сборная моделька? Нет, это какой-то вид транспорта. Они его построили? Нет, похоже, они его откопали. Судя по степени окаменелости внешней оболочки и по глубине его расположения, я предполагаю, что возраст этого объекта более 2 миллионов лет. Возьмем с собой? Несомненно. Хардинг, помоги нам. Раз. Два. Три. Он весит более 2 миллионов тонн. Да все равно уродливая игрушка. Наиграю! Наиграю, ромочка! Наиграю! Наиграю! Ромочка мьет! Хардинг! Стой, забьют! Уродили, понимаете? Стой! Брилл, ты хоть что-нибудь понял? Никак нет. Надо убедить его, что мы друзья. И как ты это сделаешь? Вытащишь иголку из его неба. Для начала неплохо бы опустить этот клятый пистолет. Это будет не самый умный поступок. Сказай, забьет! Стой! Мы получили сигнал бедствия и пришли на помощь. Да? Хардинг! Ты модель Z? Да. Мы рассчитаны на выживание в тяжелых условиях. Хотя доктору Лазаресу не помешает проверить мои невральные датчики. Но и до тех пор я смогу функционировать. Интересно, кто это был? Собираемся и уходим. Уайетт, скажи Лазаресу, чтобы готовил лабораторию для проведения вскрытия и ремонта. Что вы нашли? Пока и сами не знаем. Скорее всего, на их базу проник какой-то вирус, от которого они дружно сошли с ума и поубивали друг друга. Тебе известны правила, тренер. Вы должны находиться на карантине до осмотра врача. Брилл, ты видишь то же, что и я? Да. Аномально высокий уровень метаболизма. Аномально высокий? Да у него метаболизм, как у чертовой калибри. Ты давно проверял оборудование? Вчера. Да, все было исправно на сто процентов. Ну? Полагаю, у него своего рода посттравматический синдром. Эдакая разновидность длительного шока. Распространенное заболевание солдат 20 века. В принципе, неудивительно, учитывая, через что ему довелось пройти. А что с физическим состоянием? У него идеальное здоровье. За одним странным исключением. Каким? Уровень его метаболизма слишком высокий. И каков твой диагноз? Возможно, он принял какие-то лекарства, не проявившиеся в ходе анализа крови, или же у него врожденный повышенный метаболизм. Но только... Что? Выкладывай. Боюсь, что он мог заболеть тем, что убил его коллег, что бы это ни было. Видишь ли, при таком высоком уровне метаболизма, человек в принципе не может быть живым. Ты в порядке? Лучше не бывает. Все пучком. Ты зацени. Слушай, может сделаешь хоть что-то полезное и расскажешь мне, что Пикет выяснил на русской станции? И что мне с этого будет? Я одолжу тебе на целую неделю свою коллекцию эротики. Да? Да. Да? Рукам? Для начала сойдет. А давай в камень-ножницы-бумага. По двойным ставкам. Давай. Камень-ножницы-бумага. Да! Ну давай, выкладывай. Ну походу, судя по словам Пикета, там появился какой-то вирус, сводящий людей с ума. К тому моменту, когда они прибыли туда, вся станция была разрушена. И по-моему, Пикет даже подстрелил одного русского, который бегал и хаотично стрелял. Ты шутишь? Нет. Кого-нибудь из наших зацепило? Нет. Вернее, Брилл поймал пару пуль, но... Ему залепили все дырки, и он снова в строю. И походу, они все сейчас на карантине. Пока Лазарус во всем не разберется. На карантине? Хочешь сказать, этот смертельно опасный вирус мог попасть сюда вместе с ними? Я хочу сказать, что теперь ни Пикет, ни Хардинг не доберутся до моего запаса. Слушаю тебя, док. Физиологически все в порядке. Никаких микробов, вирусов. Даже банальной простуды нет. Но с ним явно было что-то не так, Лазарус. А вы уверены, что нашему Джону Уэйну это не показалось? Все, молчу. Пардон. Приветик. Мальчик и его птица. Как мило. Доктор, как Льюис? Он стабилен. Примерно через сутки должен прийти в себя, но на ближайшую неделю я бы рекомендовал поручать ему лишь легкую работу. А что с найденными телами? Ага. Итак, согласно обнаруженным вами личным делам, этому человеку всего 27 лет. Однако же состояние его организма соответствует 90-летнему старику. Помимо полного обезвоживания, мельчайшие частицы жидкости, найденные в его теле, были в осадочной стадии. Кровь буквально вскипела в его венах. Вы меня, конечно, извините, но все это звучит немного фантастично. С научной точки зрения все это просто невероятно. Пикет, мне потребуется провести в лаборатории некоторое время. Одному. Без посторонних. Надо посмотреть график работ. Ты не мог бы... Пожалуйста! Дать мне немного времени. У тебя 48 часов. После этого вернешься к обычному рабочему распорядку. Вы слишком добры ко мне, сир. Да, это так. Вот и подтверждение теории происхождения той игрушки. Отмотай назад, Брилл. Что это за чертовщина? Игрушечный астронавт. Насколько я могу судить, он выглядит скорее крионированным, нежели окаменелым. Что значит крионированным? Это значит, что если порода, в которой застрял корабль, была нужной температурой, то она могла все эти годы поддерживать организм в состоянии криогенного сна. А находящийся в нем вирус мог ожить и заразить русскую станцию? Если это так, то объясните мне, куда подевалось это идеально сохранившееся существо? Игрушечный астронавт. Игрушечный астронавт. Говорит станция Мобикон-4 Код Ромео-993 Меня кто-нибудь слышит? Мобикон-4, говорит Форд Скотт Сигнал пропадает Оставайтесь на линии для дальнейшей связи Я хочу, чтобы ты связался с основной базой И доложил им обо всем, что тут произошло Док, я пытаюсь связаться с материком уже два часа к ряду Там весь день бушуют ураганы, ни с кем не получается связаться Но ты пробуй, пока не удастся Я буду в своей каюте, отцепаться Как скажешь Температура стабилизировалась, Льюис? Это хороший знак Ты кудесник, Брил Давай-ка я немного посижу с этим симулянтом Привет Как самочувствие, напарник? Ну, какое-то время я не смогу тягать штангу вместе с тобой А когда вернешься к работе? Наверное, где-то через недельку У меня оплачиваемый отпуск Скотина Что это? Что с ним? Файф, не ходи туда Уайт, срочно пришли сюда врачей Что происходит, Файф? Пацан! Дождись, Лазарус и Брилла Файф, не ходи туда, слышишь? Файф, не ходи! Дыши! Давай, дыши! Что происходит? С дороги! Он умер Он умер Ну Такое ощущение, что каждый орган в его теле просто отключился от измождения Я наблюдал подобное только у очень старых людей, которым по 120-130 лет Но даже у них некоторые органы оставались в рабочем состоянии Есть идеи? Скорее всего, это действие какого-то вирусного паразита, который в буквальном смысле высасывает жизни из своих жертв Брилл, хочешь сказать, что у нас тут завелся микроб-вампир? По сути, да А что по поводу заразности? Я не нашел ничего подобного ни в вас обоих, ни во всех остальных, кто вступал с ним в контакт Мисс Файф В последнее время она ведет себя как-то странно Нет И что с того? Она большая девочка Ты же знаешь этих культуристок Им нужны углеводы Это да, но ты посмотри Нет, ты посмотри на нее Чувак, у меня дурное предчувствие Не сходи с ума Помогите! На помощь! Помогите мне! Помогите! О, нет Лазарус, срочно в каюту Файф Она орет там Отнесем ее в санчасть Как ты себя чувствуешь, старина? Меня это задолбало, док У меня уже достаточно силы, чтобы встать Может, снимешь эти ремни? Пока рано Вот дерьмо Скоро все будет хорошо Доктор Надо поговорить Почему она не на карантине? Ей требовалась немедленная медицинская помощь Ее нельзя перемещать, пока состояние не стабилизируется Да и потом, эта стерильная капсула почти так же надежна, как карантинная комната Почти? А что если то, что она подхватила, заразит всю базу? Этого не будет Ты можешь это гарантировать? Ты же знаешь, что невозможно полностью... Отлично! Тогда я хочу, чтобы ее поместили на карантин От тела уже избавился? Только от того, которого ты убил Остальные мне нужны для изучения Нет, я хочу, чтобы остальные были сожжены, а останки погребены Ты хоть понимаешь, чего просишь? Она умрет, если ее переместить Если кто-нибудь из нас заразился, то единственный способ получить вакцину Это изучить тела Мне только нужно еще немного времени Доктор, мы условились на 48 часов Я прошу об увеличении срока Послушай, я в ответе за жизни членов нашего экипажа Прежде всего, я хочу, чтобы у каждого был взят анализ, дабы убедиться, что никто не заражен И только когда мы убедимся в собственной безопасности, ты сможешь продолжить исследование А хочешь иную точку зрения? Ущерб уже нанесен Я имею в виду выживших Когда Файв нарушила карантин парня Она подставила под удар всех нас Доктор, если кто-нибудь из моих людей пострадает из-за этого То я воспрямую это на свой счет Ты понял? Я пока еще старший медицинский сотрудник на этой базе И второй по старшинству Это хоть чего-то достоит Да, но я первый по старшинству И знаю кое-что, чего не знаешь ты Правда? Что, например? На этом все, доктор Сейчас я отсоединю твои модули, хорошо? Давайте Доктор, вы меня только что отключали? Да, пришлось, дабы получить доступ к твоим внутренним схемам Так-так Вот в чем дело Похоже, что пуля повредила твою плазмопару Это нетрудно починить Простите, доктор Я не был запрограммирован на самодиагностику Извиняться не за что Мне это только в радость Напоминает о тех временах, когда мы с братом чинили антикварные автомобили В далеком детстве Бог ты мой Файв Файв Господи Файв Ну же Файв Что происходит? Файв Док В чем дело? Бог ты мой Нет Что это? Лазарус Сними его с меня В чем дело? Файв В санчасти Бежим Поймали? Поймали? Вы поймали его? Вы его поймали? Что же? Что это было? Что это было? Мы только что закончили вскрытие Файв И вот что, как нам кажется, мы сумели выяснить Наш хорошо сохранившийся пришелец с русской базы, судя по всему, является паразитом, вселяющимся и живущим в теле носителя Уровень метаболизма паразита Значительно превышает человеческий Поэтому он впитывает всю жидкость из тела хозяина буквально за пару дней А затем что, ему требуется новый носитель? Верно Кроме того, судя по всему, тело носителя должно быть идеально здоровым и состоять из плоти и крови Вот почему паразит не проявил интереса ни к Льюису, ни ко мне А есть ли какие-то побочные эффекты при заражении этим паразитом? Судя по тому, что Файв сделала со стенами своей каюты Появляется огромная физическая сила Да не Это ничего не значит Я вас умоляю, она всегда была сильна, как бык Да А теперь она мертвая, и мы ни хрена не знаем Как долго он может прожить без носителя? Мы точно не знаем, но я предполагаю, что не более 48 часов Как его убить? Это вообще возможно? Этого мы тоже не знаем Зашибись А что если мы имеем дело с летающим монстром из ада? Вдруг огонь его лишь подпитывает, а не убивает Что если он ест пули, как мы, мятные конфетки? Так, 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 так А почему бы нам просто не взять мини-подлодку или спасательную капсулу и не убраться отсюда? Потому что, я уверен, доктор Лазару со мной согласится Мы не можем подвергать риску заражения людей на большой земле Один из нас может быть заражен Это так Слушайте, народ, мы никогда не узнаем, как убить эту тварь, пока не попробуем хоть что-нибудь О, какая блестящая мысль для внештатного наблюдателя Большое спасибо Блесни вот на этом, андроидные мозги А ну заткнитесь, оба! Кэтрин, совершенно права Надо хоть как-то попробовать убить эту тварь Поэтому, пока не придумаем ничего получше, план таков Находим, убиваем и сжигаем Испепеляем тварь на месте после ее смерти Но, Пикет, я... Как ты не понимаешь, Лазарус? Не должно остаться ничего, ясно? Даже мельчайших капелек крови Неплохо, Пикет А давай лучше так, Пилигрим Снимем скоростнокожего скальпа и станцуем победный танец Хокс, уведи его, а? Хардинг, будешь с Лазарусом Льюис со мной Брилл, координируй наши действия из комнаты управления И раздай всем кориогенные пушки Потому что от одной неверной искры вся база может взлететь на воздух Стойте, одну минуточку А откуда нам знать, что Льюис в состоянии идти? Потому что я так сказал Я провел полное обследование Токсины полностью вышли из его тела На мой взгляд, как-то слишком быстро он поправился И какого хрена это означает? До такого, что два дня назад ты был не в состоянии даже нос вытереть А сегодня уже готов наматывать круги Мне кажется, это немного подозрительным, понятно? Вот оно че Прекратите Нет, 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 нет Я хочу узнать, какой вывод сделал обо мне этот гений А ты сам подумай, Льюис Ты тоже хочешь получить? Ну попробуй Лазеру сказал, что тварь вылез 6-5 не полезла в тебя, потому что ты болен А в Брилла, потому что он андроид Что же получается? Штуковина просто вышла из лаборатории и пошла погулять? Я так не думаю Именно так все и было, ублюдок Это правда, Брил? Я лежал спиной к Льюису И отключался на некоторое время, поэтому ничего не видел А как же ремни? Что? Ремни? Льюис был привязан к кровати Как ты освободился, Льюис? Да за кого ты себя принимаешь, а? Эта клетая хреновина набросилась на меня Я психанул и разорвал ремни Лазарус, это возможно? Слушайте, мы с Хоксом видели Файв до ее срыва Она была совершенно нормальной, за исключением нереального аппетита Да нет, она вела себя очень странно Вообще не от мира сего Нет, Хокс Отличие было только в этом Что подсказывает нам еще кое-что И что же? Что эта тварь разумна Что ей нужна власть, контроль Что она достаточно умна для того, чтобы выдавать себя за полноценного человека, пока тело не откажет Верно А значит, у любого из нас внутри уже может сидеть эта штуковина Держись от нас подальше, Льюис Да без проблем И следи за собой, потому что даю тебе слово Мы с тебя глаз не спустим Я же вилял, прекратите, это не шутка, народ Единственный способ одолеть эту тварь Держаться заодно А ссорой с друг с другом мы этого не добьемся Максимальная дальность приема наших радиопередатчиков составляет 6 миль Поэтому те, кто уйдет обыскивать шахты, помните Если зайдете слишком глубоко, я вас не услышу Вот это датчики движения Я смог сделать 3 штуки Держите их перед собой Любое движение в радиусе 50 футов и... Молодец, Брил Всем все ясно? Заряжен и готов к бою, детка Что это? Это образец с русской базы Ох, Брил Видимо, во всей этой суете он забыл его убрать Слишком безответственно для Брилла Надо будет еще раз проверить его невральную систему Не думаю, что нам удастся найти его на базе В каком смысле? Ну, большинство паразитов, к примеру пиявки Выбирают себе самые глубокие, темные и спокойные места для того, чтобы впасть там в длительную спячку Шахты Мне было бы гораздо спокойнее с огнеметом в руках вместо этого холодильника Может, заткнешься уже, а? Можно откровенный вопрос? Пожалуйста Что вы здесь делаете? Ну, я... Когда-то работал над одним сверхсекретным правительственным проектом Через пару лет после конфликта в Центральной Америке Что за проект? Ну, в общем, моей задачей была разработка сыворотки для нейтрализации отравлений токсинами Которые планировалось использовать в ходе биологической войны Выходит, вы спасли на войне много жизней? Понимаете, для получения данной сыворотки приходилось травить лабораторных животных тем самым газом, с которым мы боролись И однажды Целая толпа так называемых борцов за права животных Налетела на лабораторию и выпустила всех зверей Господи Сотни людей были укушены и заражены этими животными Которые к тому моменту были крайне недружелюбными А когда все закончилось Несколько сотен людей погибло И что вы сделали? Дело в том, что мое имя висело на двери лабораторий А британское правительство отрицало свое участие в этом проекте Поэтому меня объявили сумасшедшим ученым, которого надо было убрать И один очень влиятельный правительственный чиновник, державший контрольный пакет акций небольшой шахтерской компании под названием Мобикон Предложил мне Эту альтернативу Тюремной камере Сожалею, Лазарус Какая лажа Когда все закончится, я потребую выплатить мне сверхурочные Да хватит ныть, от этого я еще больше нервничаю Поверь мне, я расскажу обо всем этом профсоюзу Профсоюзу? Да у нас уже 30 лет нет никаких профсоюзов, студент Да? Тогда я открою свой Нашли Слышал? В трех метрах к западу Итак, Брил, мы что-то засекли Идем на запад по третьей шахте Хорошо, Пикет Но вы выходите за шестимильный радиус И углубляетесь в толщу скал Выходи, мерзкий кролик У меня для тебя небольшой сюрприз Брил Брил, сигнал пропал Ты слышишь нас? Пикет Прием Иди к папочке Получи Сдохни, тварь Идиот Это вы? А ты что же, ослеп обдолбыш? Прости, Пикет, это вышло случайно Тут нет нашей вины, мы же не знали, кто там Да я вам сейчас обоим задницу надеру Пикет, а сколько времени ты провел наедине с Льюисом, а? Хочешь что-то сказать? Говори мне в лицо Давай, Льюис, дай мне повод Довольно У нас много работы, парни Это еще что? Нет, 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 этого не может быть Согласно прибору, что бы это ни было, оно Прямо над нами Хокс Бьюис Пошли, сейчас прижмем Оно убежало вон туда Кто пойдет на разведку? Может камень, ножницы, бумага? Да Не прет мне в эту игру Это чертов попугай Лазаруса Да и хрень с ним Пойдет сегодня на ужин По факту, последние три с половиной часа мы гонялись за птицей Это было, конечно, весело, но наш гость по-прежнему где-то там Брил? Удалось с кем-нибудь связаться? Никак нет Все еще бушует ураган Продолжай попытки Если удастся, разбуди меня, не стесняйся Хокс? Хокс? Ты с нами, Хокс? Да Отлично, тогда дежуришь первую смену Все остальные свободны Спасибо Думаю, тебе захочется на это взглянуть Я наткнулась на это в лаборатории А что? Что это? Ну, судя по всему, доктор занимался кое-какой внештатной работой Согласно этим записям В телах сохранилась клеточная активность Лазарус? Да Кое-что в них все еще живое Молодец Пойдем Лазарус, сукин ты сын, что с этими телами, а? Решил искрыть от меня? Я собирался сказать И когда же? Когда эта тварь заползет в мою глотку? Пикет, хватит Нет, не хватит Я уже говорил тебе Если кто-то из моих людей пострадает Я приму это на личный счет Я собирался все тебе объяснить, как только проанализировал бы все факты И вывел их в той форме, которую ты смог бы понять Это как же? Сделал бы мне книжку с картинками? Прошу, выслушай меня Давай я тебе кое-что покажу Пожалуйста Итак Когда паразит внедряется к новому носителю Старое тело становится своего рода коконом Для семени Которое откладывается в старом носителе Семени нового паразита Хочешь сказать Что во всех телах сидят детеныши этой твари? Да? Это самый удивительный пример асексуального воспроизводства из когда-либо виденных Я подозреваю, что паразиты не могут существовать вне носителей дольше 24 часов Он не может прокормиться и... в конце концов умирает Погоди, ты в этом точно уверен? Нет Но этот вывод основан на уже собранных данных Однако же, пока я не проведу вскрытие самого образца Точных ответов дать нельзя Да ладно Эта тварь 2 миллиона лет жила в скале Наверняка пережила ледниковый период То есть, если твоя теория верна Тот паразит, за которым мы бегали, уже должен быть мертв Если только он не нашел себе новый дом И теперь готовится нас удивить За последние полтора дня мы не раз обыскали всю базу Так что вероятность этого, дорогая моя, крайне мала Надеюсь, вы правы Да, но все же сохранилась проблема с трупами Они же в холодильнике и нет никакой опасности Они будут сожжены Хардинг, найди Льюиса и принесите керосин Я не хочу оставаться наедине с Льюисом Что? Я сказала, что не хочу оставаться наедине с Льюисом Равно как и с кем-либо еще Пикет, я не думаю, что эта тварь мертва Мне кажется, она жива и сидит в ком-то из нас Хорошо Я сделаю сам Ладно Это все, Хокс? Так точно Сколько всего? Семь? Да, семь Пикет Думаю, нам следует остерегаться Уайта В каком смысле? В прямом Следует остерегаться Уайта В последнее время он какой-то сам не свой Хокс Уайет сидит на дуле И порой не может найти собственных ног На мой взгляд, ему уже давно пора завязывать Пикет В морг, живо Отвези в конференц-зал Давно они открыты? Почти 24 часа Отлично У них был целый день для поиска новых тел Или же они все просто Уже умерли Надо срочно это выяснить Пошли Я знаю, что не заражен А также знаю, что с большой вероятностью Четверо из нас Уже не те, кем были раньше Да? А почему это ты тут командуешь? Может в тебе уже сидит одна из этих тварей? Говоришь, что не заражен? А что если это не так? Сам посуди, если бы я был заражен, то уже давно перебил бы вас всех Но хорошо, пока не узнаем Без малейшей тени сомнения, кто есть кто Главным будет Брилл Хорошо Мы знаем, что он не заражен Прошу Я не могу этим воспользоваться, Пикет Поверь мне Если придется, научишься Он не это имел в виду Моя модель поведения исключает любое проявление насилия по отношению к живым людям Равно как и допущение подобного проявления насилия с третьей стороны Брилл, воспользовавшись этим пистолетом против одной из тварей, сидящих в комнате из нас Ты как раз таки не допустишь насилия по отношению к людям, понятно? Да Это приемлемо Я разработал очень простой метаболистический анализ С помощью лабораторного оборудования Мы знаем наверняка, что это существо не способно скрыть свой повышенный уровень метаболизма Поэтому я всех жду в санчасти через 10 минут Ага А что мы будем делать с теми, кто заражен, Пикет? Искать, убивать и сжигать? Не обязательно в этом порядке Что-нибудь еще, мистер Уайт? Да Присматривай за Хоксом В каком смысле? Просто присматривай В последнее время он странно себя ведет Страннее обычного, понятно? Присматривай за ним Пикет, ты нужен в санчасти Тот, кто это сделал, обладал недюжинной силой Это оборудование строилось на века Думаешь, твой анализ смог бы выявить паразита? О да, непременно У кого был сюда доступ? Ключи есть только у меня и Брилла Входная дверь сорвана с петель Очевидно, что это сделал тот, у кого ключа не было Или же тот, кто хотел, чтобы так подумали А что случилось с тобой? Вчера, после игры в карты Ничего Я просто ходил отлить На два часа? Да, на два часа Тебя не было очень долго, Хокман Да пошел ты, укурыш обдолбанный Сам последние два дня ходишь как зомби Ты хочешь мне что-то сказать? Извините, прекратите Сукин ты сын, это еще что? Я нашла его в четвертой шахте Решила провести небольшое расследование, пока вы тут болтами меряетесь Выходит, сомнений не осталось, да? Но если нельзя провести анализ на метаболизм, то как? Как? Мы знаем, что паразит живет лишь в здоровых тканях И покидает тело носителя за миг до его окончательной гибели Именно это произошло с Фаев и пареньком Значит, это должно произойти и с нами Если каждый из нас, кроме мешка с гайками, окажется на пороге смерти, то... Паразит себя проявит Или паразит ты О чем это ты? Просто выслушайте, хорошо? Каждый из нас по одному будет заходить в комнату карантина А остальные перекроют доступ к кислороду Брилл будет за этим наблюдать Стой, стой, погоди Ты хочешь, чтобы мы оказались на грани удушения? На грани? Разве я сказал на грани? Нет, 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 нет Для меня это уже слишком Я пас, это чересчур Мне тоже не нравится эта идея Должен быть какой-то другой способ Другого способа нет, доктор Все оборудование в лаборатории уничтожено Мы можем провести хоть какой-то анализ? Нет, не можем И ты это знаешь Тогда вот наш лучший вариант А что если мы откажемся? Это не вариант В таком случае ты станешь убийцей Учитывая обстоятельства, я это переживу Не сомневаюсь Успокойтесь Давайте я попробую придумать что-нибудь еще Шансы на то, что один из членов экипажа заражен паразитом Неумолимо растут Если ситуация станет совсем безнадежной У меня и Лазаруса есть доступ к запуску программы самоуничтожения базы Мы не можем рисковать и позволить людям найти нас Если все будут заражены С материком по-прежнему не связаться из-за урагана Все очень устали Никто никому не доверяет Утром я сам попробую связаться с материком Джейди Пикетт, 655-321 Старший офицер станции Мобикон 4-0-9-05-15 Время 21.40 Поскольку это была моя идея То кажется логичным, что первым испытуемым стану именно я Остальные могут тянуть жребий Послушай, Пикетт, я недавно перехватил прогноз погоды Сигнал был недолгим, но судя по тому, что я поймал Ураган продержится еще от силы пару часов Почему бы просто не подождать? Потому что у нас может не быть пара часов Удачи, Пикетт Пикетт, когда начнешь терять сознание, не сопротивляйся Дай себе отключиться Я досчитаю до 20 и вытащу тебя За этот промежуток времени мозг не успеет пострадать Это внушает уверенность, спасибо Брил Брил Расслабься, Пикетт Двадцать Девятнадцать Восемнадцать Семнадцать Шестнадцать Кончай это дерьмо Закончат, когда надо будет Двенадцать Двенадцать Одиннадцать Десять Девять Восемь Семь Шесть Пять Ну же, Брил, вытаскивай его Три Заткнись, Хокс Один Да 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 Вот так Как самочувствие? Получилось? Еще как Получилось Получилось Похоже, я все-таки хороший А как по мне, так это вообще ни хрена не доказывает Я знал, что ты это скажешь, Льюис Брил, ты свободен Спасибо Давайте Значит так Кто вытягивает короткую, тот и идет Никто не вытаскивает Иду я Пикет, все это какой-то чертов фарс Посмотрим Бинго Прошу Блин Блин Нам нельзя терять Лазаруса, Пикет Должен быть какой-то другой выход Другого выхода нет, Уайт Думаешь, если бы он был, я бы одобрил все это? Да чушь! Это ни черта не доказывает Хрень! 5, 4, 3, 2, 1 На этот раз, тренер, ты зашел слишком далеко Мы не обязаны этого делать Тут трое вас И двое нас Хотите что-то сказать? Давайте Мы слушаем Хорошо, Уайт Кто следующий? Все как и раньше Заходи, Хокс Как-то слишком быстро, Брил Менее пяти секунд Довольно, выпусти его Что-то не так Пустите воздух Лазарус У него припадок Это уже слишком Тронешь дверь, и ты труп, доктор 5, 4, 3, 2, 1 В чем дело, Брил? Судя по всему, какая-то неисправность в клавиатуре Открой дверь! Вытащи его, живо! Черт возьми, Пикет, сделай что-нибудь Отойди, Брил Брил, срочно 40 кубиков адреналина Будь ты проклят, Пикет Нет 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 Убей меня Пожалуйста Пожалуйста Лазарус! Нет Есть признаки жизни? Нет Он мертв Пикет Вернись Убей его, Пикет Убей его Продолжай стрелять Он еще шевелится Больше никто не хочет поделиться чем-нибудь с классом? Советую не тянуть У меня есть что сказать Мне надо поменять нижнее белье Спасательные капсулы А и Б запущены Я нашел Лазаруса Где? Он в комнате управления Забаррикадировал входную дверь Вот тебе и помощь извне Ураган стих? Без понятия Мобикон 4 Ваш сигнал сильно искажается из-за шторма Но спасение уже в пути Будем через 5 часов и 56 минут Один час до полного завершения операции Тренер, есть еще одна проблемка? И какая же? Нас с Хардинг так и не проверили А обе карантинные комнаты разрушены Верно Да, я думал об этом Ого, мистер Уайт Благодарю Программа уничтожения базы Введите пароль Нострому Приготовьтесь к сканированию сетчатки Программа уничтожения базы Активирована База будет уничтожена Ровно через 1 час Включено аварийное освещение Зашибись Только этого не хватало Для нового теста уже нет времени Вам можно доверять? Вы те, кем должны быть? А то если нет, мы так тебе и сказали Она права, тренер Ладно, будем считать, что мы все люди Другого выбора нет Брил, ты слышишь меня? Да Я пытаюсь отменить самоуничтожение Хорошо Это На случай незваных гостей Ну что, идете? Итак Единственный способ поймать его Разделиться Он не дурак Так что смотрите в оба Пошли И что бы ни случилось Встречаемся в санчасти через 30 минут Пикет, слышишь меня? Да, Уайет, говори Я в комнате управления Тут полный погром Но я могу сказать, что делал Лазарус До того, как все разнес Говори Этот чертов псих Выпулил обе спасательные капсулы И отправил сигнал бедствия на поверхность Затем вырубил электричество И установил программу самоуничтожения Ты прикинь? В принципе все логично Его тело изнашивается Поэтому он отправил сигнал бедствия Ему нужны новые здоровые носители Нас-то он явно планирует уничтожить А сам на мини-подлодке Поплывет навстречу спасателям Смышленый сукин сын Уноси оттуда свою задницу Буду нужен, вызывай Хорошо, тренер, понял тебя Осталось 45 минут Привет, доктор Хардинг? Да, Пикет, говори Осталось еще хоть одно место, которое мы не проверили Мы все обыскали, Пикет Пикет? Слышите меня? Да, Брилл, говори Я взял его Повтори Я взял доктора Лазаруса Он в санчасти Мертвый Он никуда не денется Хардинг, срочно в санчасть Уайет Придерживайся плана и подходи к нам через 15 минут Понял? Ясно, тренер Отбой Осталось 30 минут Знаю И? Где он? Положите, пожалуйста, свое оружие Что? Так, тихо, спокойно Давай, Уайт, соберись Дыши глубже Все нормально Ты помнишь дорогу? Сейчас ее найдешь Тихо Без паники Тут просто все шахты одинаковые Но ноги тебя сами выведут Давай, Уайт, спокойно В технике небольшая неисправность Ничего страшного Надейся на свою память Она тебя никогда не подводила Вроде бы Ты выйдешь отсюда, выйдешь О, нет Шагайте вон туда Обернитесь Брилл, что с тобой? Это же не Лазарус Как ты не понимаешь? Я отлично это понимаю Доктор Лазарус мертв Скотина, ты его перепрограммировал? Запрограммировал на защиту этой твари Дабы ты смог совершить свое главное в жизни научное открытие И был слишком самоуверен, что до тебя самого эта тварь не доберется Теперь все понятно Тварь перешла от Файф в Льюиса А Брилл это покрывал Только Брилл мог вынести тела из морга Ваши дедуктивные способности поразительны, Пикет Но если ты запрограммирован защищать тварь То зачем помогал убить ее в Льюисе? Ему пришлось Иначе бы он раскрыл свой замысел Где Уайет? Где Уайет? Приведи его сюда Пошел ты Убей меня В свое время Брилл Уайет, прошу ответь Уайет, прием Ну же Давай Сейчас же иди в санчасть Да ела, мотелы Да, тренер, я слышу тебя, но очень плохо Я забрался очень глубоко Нет, Уайет, это Пикет Никакого тренера здесь нет Срочно выдвигайся в санчасть Что? Слушай, тренер, если ты меня слышишь Я тут походу кое-что нашел Уайет? Я его потерял Не важно Скоро они все там будут А я не хочу упустить свое токсин на поверхность Почему бы не уйти в одном из нас? Это тело еще прослужит пару дней А мне нравится, как у него Работает мозг Понравились вы мне? Ты знаешь, что делать, Брилл Осталось 15 минут И что же ты будешь делать? Я должен убить вас обоих Убив нас, Брилл, ты нарушишь все свои первоначальные программы Совершенно верно Молодец 15 минут Точно в срок Чуть не опоздал Мне удалось прищучить одну из этих тварей Она была вот настолько близка к моему рту Где Лазарус? Наверное, в мини-подлодке Осталась последняя обойма Как раз для него Осталось 10 минут Пожалуйста, назовите себя Лазарус, Генри Джей 855622 Приготовьтесь к сканированию сетчатки В доступе отказано Необходимо согласие старшего офицера Пикетта Джей Д 655321 Для доступа к мини-подлодке Ах ты сукин сын Я же говорил, что знаю кое-что, чего не знаешь ты Или эти воспоминания пропали где-то по пути, да? У нас мало времени В курсе? На выход И что мы с ним сделаем? Вполне можно и здесь Отойди от него, Пикет Нет Ты зацепишь Пикета Он нужен нам, чтобы выбраться на подлодке Давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пикет Заводи подлодку Я прикончу, тварь Покойся с миром, док Уайт, надо бежать на подлодку Уайт! Уайт! Уайт? Хардинг? Все готово, бежим! Похоже, Уайт все-таки не вышел из шахты живым Как связист, он знает, что я единственный, у кого есть доступ на мини-подлодку В обойме 12 патронов, Уайт Я всегда говорил, что ты куришь слишком много дури Жги его! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось 10 секунд Пора уходить Станция Мобикон-4 самоуничтожена Сос, сос, говорит Мобикон Монтана-Сьерра-Альфа Нам срочно требуется помощь Кто-нибудь меня слышит? Прием Мобикон Мобикон Монтана-Сьерра-Альфа Говорит подводная лодка ВМФ США Форд Скотт Мы получили сигнал бедствия с вашей базы Находимся в 4 милях к западу от вас И готовы подобрать вас минут через 20 Отбой Долго до поверхности? Не очень Какая у тебя страшная рана, Пикет Ты хорошо себя чувствуешь? Со мной все будет нормально Тогда что ты делаешь? Пикет Пикет Если уничтожишь это тело То обнаружишь себя А тебе нельзя этого допускать Скоро я найду себе новое тело Ты главное не мешай мне там А ты мне Там на всех хватит На какое-то время Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok